Добрый вечер, дорогие зрители! С вами латышка-игросмейстер Артур Нейкшенс, и мое удовольствие у вас представить самые яркие партии третьего тура Кубка Мира, вторая партия. То есть сегодня были очень много интересных напряжённых партий, и интересный момент в Кубке Мира играл роль в том, что дистанция очень короткая. То есть надо участникам сыграть только две партии, и те, которые потерпели поражение в первом туре, они были вынуждены сегодня отыграться. Ну, посмотрим самые интересные яркие партии. Я, наверное, начну с женским турниром, потому что эти партии были просто конфиночки. Начнём с партии. Завадска Янонта белым играла против Нино Бацашвили. В первом партии Бацашвили белым играла, и Завадска должна была отыграться. То есть Е4-Е5, разыграли испанское начало, после кони Ф6. Конь С3 немножко редкий ход, но достаточно интересный. То есть обычно здесь чёрная игра Б5, слон Б3, слон Е7, и идёт достаточно интересная борьба. Ну, грязинская шахматистка решила сыграть Д6. Потом, может быть, имея идею пойти Б5, конь А5, и поймать этого испанского слона. Последовал слон С6, БЦ, Д4. Чёрным особо-то выбора нет. Надо брать ЕД, конь бьёт на Д4. То есть есть давление на пешку С6, и после С5. Очень интересный манёвр, который оказывается всё-таки уже большой теорией. Конь С6, Фер Д7, и конь А5. Белый не допускает чёрным возможности пойти слон Б7, собираются просто играть в живые позиционные шахматы. После С7, 0-0-0-0, ладья 1, ладья В8. Здесь меня немножко удивило решение польской шахматистской, почему она не пошла в Б3. То есть Б3, слон Б2, конь С4, и белый имеет очень здоровую позицию после дебюта. Но вместо этого она решила пойти ладья В1, чтобы защитить пешку на Б2, и потом как-то постараться развить слона на С1. После слон Б7, Ферзь Д3, слон А8, белые почему-то решили, что пора забрать пешку на А6. Ну, на мой взгляд, немножко опасно, но всё-таки можно понять, конечно, белых, которые находятся в ситуации, что надо обязательно победить. Всё-таки Бали надёжное продолжение было играть конь С4, потом Б3, слон Б2, и белый имеет стабильный плюс. После Ферзь бьёт на А6. Чёрные решили ответить контрударом в центр и пошли Д5. Но мне кажется, всё-таки было тоже очень интересно, если здесь чёрные всё-таки пошли бы и конь Ж4, и, возможно, очень много интересных тактических ударов. Вот, например, если белые пошли бы Ф3. Очень логично, да, прогнать конь на Ж4. Тут следует слон А4, нападение на ладью на Е1, и после ладья Ф1, слон Ф6. Угрожает не только слон Д4 шах, но слон бьёт на С3, и ладья Б1 без защиты. То есть после конь Б3, слон С3, БЦ, конь Е5, чёрные имеют отличную игру, и белые особо-то не слаждаются своей личной пешкой. Но если белые после конь Ж4 пошли бы, например, Х3, чёрные могут уже сразу форсировать ничью. После коня Ф2, кроли Ф2, слон С4 шах, Ж3, Ферзь Х3, ЖАЖ. Ну и, видимо, чёрные, наверное, бы сделали ничью, если партия действительно продолжалась бы таким образом. Но, конечно, можно играть тоже бессмертную партию ходом Д5, и белый король находится прямо в огне, в атаке. Но этого всего не было, чёрные решили всё-таки пойти Д5. Тоже очень логичный ход, чтобы открыть слона на А8. После ЕД, конь Д5, Ферзь Д3. Все очень логичные хода. Слон Ф6, конь Е4, слон Д4, слон Д2. И тут чёрные совершили ошибку. А Басашвилия должна была пойти как-нибудь, я не знаю, Ферзь Д4, постараться надавить на пешку Ж2. Может быть, подготовить какой-то удар Ф5. Вместо этого она сыграла очень логичный ход. Сыграла Ладью Б6, идея перевести Ладью на Ж6 и продолжать атаку. И здесь Яланта Завадска имела отличный шанс уравнивший матч. Она могла пойти конь Б3, напасть на слона на Д4 и также на пешку Ц5. И чёрным нету реально конкретного продолжения, чтобы иметь достаточно компенсации за пожертвовал материал. Вместо этого Завадска поверила в ходе Ц3. Тоже очень логичный ход, потому что если слон отойдёт, тогда белые просто забирают пешку на Ц5. Что она зигнула, что у чёрных есть отличный удар Ф5. Чёрный контру ударом атакует коня на Е4. И тут, например, такой красивый вариант. Если белый отступает конем на Ж3, чёрный могут ударить конь, бьёт на Ц3. То есть БЦ нельзя, потому что слон Ф2 и белый ферзь на Д3 под боем. Значит, после Ф5 белым нет выбора. Пришлось забрать слона на Д4 и после ФЕ. В ферзь Е4, наверное, опасно. Конь Ц3, двойная атака на ферзя. И плюс Ладья Б1 под боем. Ферзь Е4, Ферзь Ф5. Ладья В1. Ладья Ж6. И тут стало очевидно, что количество пешек на ферзьевом фланге играет абсолютно никакую роль. И чёрный имеет страшную атаку на королевском фланге. Но, видимо, наверное, переживая ситуацию в матче, потому что белые же должны победить в этой партии, чтобы уравнять счёт и витя на тайбрег. Яланта Завадска быстро развалилась, к сожалению. Она сыграла Ж3, ЦД, Ферзь Д4, Ферзь Ф3. И тут уже чёрный угрожает многочисленным угрозам. Например, Е3 открыть большой диагноз и просто поставить мат. Белые пошли в Ферзь Ц4, связывая коня. После КРОЛЬ Х8, Ферзь Ц5, Е3 открывается слон. И после КРОЛЬ Х4, наверное, последовал самый красивый ход в этом туре, может быть, даже в всем турнире. Здесь чёрные пожертвовали Ферзя. Ферзь Ж2, шаг и белый сдались. Оказывается, после КРОЛЬ Ж2, КРОЛЬ Х4, двойной шаг. КРОЛЬ Х1 на тайбрегий нельзя, потому что слон нападает. И после КРОЛЬ Ж1 можно поставить мат на А3, можно поставить мат на Е2. Выбирайте сами. Отличная партия Бацашвили. Итак, продолжаем вторую партию из Женского Кубка Мира. Белые играют Сардасад Хадел Машарех против Гунай Маммадзада. То есть первая партия у них закончилась ничью, и здесь белые очень уверенно разыграли дебют. Ж3, ДЦ, слон Ж2. То есть чёрные забрали пешку на Ц4, белые не обращают на этого никакого внимания, собираются просто здорово заканчиваться в развитии и бороться за центр. Но чёрные решили сыграть какой-то вариант Грунфельда, Ж6, слон Ж7, А4, стандартная идея, чтобы подготовить конь А3. И после конь Е4, конь С3, конь Д6, чёрные решили придерживаться за пешку С4. Ну, достаточно логичная идея, потому что пешка есть пешка, но белые всё-таки получают очень сильный центр. После слон Ж4, слон Е3, конь А6, А3. Чёрному, наверное, надо обратно Ф3, версия Ф3. И здесь последовала достаточно серьёзная ошибка азербайджанская шахматистка. Она должна была пойти короткая рекровка. И после ферзии 2, ну, как-нибудь конь Б4, Ф4. И всё-таки я предпочитаю позицию белых, потому что белый имеет очень сильные пешки на королевском фланге, два слона и могут начинать достаточно интересные действия на королевском фланге. Но вместо этого чёрные пошли ферзь Б6, достаточно логичный ход. Делая контрудар на пешку Д4 и также нападая на пешку Б2. Что чёрные зевнули здесь? Что белые могут пойти А5, не защищая ни одну пешку и, наоборот, идя на контратаку. Оказывается, ферзь Б2 просто плохо, потому что после конь Е4 белые нападают на ферзя Б2, ферзь Б5, Е5. Прогнали коня на Д6 и после коня в 5 ладья Б1. Чёрные много чего теряют. Угрожают ладья Б7, ферзь С6 и чёрным ужасно появится. Ну, после А5 чёрным пришлось признать аж свою ошибку и потерять целые два темпа. После ферзи Е2 короткая ладья Д1, конь С7, Ф4. Перевес белых стал достаточно ошутимый. То есть имеется очень сильный центр, два слона и все возможности организовать ещё больше армаду пешек на королевском фланге. Но чёрные пошли в ферзь Д7, слона в 2. Уже где-то намекается идея пойти Ж4, Е5 и чёрные не выдержали. Но здесь, видимо, надо было всё-таки пойти сначала Е6 и ставить какую-то крепость. Но чёрные имели эту идею, конечно, они хотели выбить пешку на Е4, потом поставить Е6. Но после Е5, конь Б5 и конь бьёт на Д5, оказывается, что никакой блокады нет. Конь Б5, белые просто забирают пешку здесь и играют дальше А6, добираясь до пешки С6. Ну вот, так что после ЦБ, Д5, белые захватили очень мощный центр, который поддерживается двумя слонами. И, в принципе, позиция чёрных стратегически проиграна. Но чёрные ещё пробовали как-то держаться, пошли конь А6, Д6 ещё даёт отличный ход, потому что после ЕД, ладья Д6, ферзь Е7, ладья Д1. Чёрным угрожает угроза ладья Д7, и как только последует ладья Д8, падают все пешки на ферзьевом фланге. Из-за этого чёрным пришлось делать не из лёгкой жизни ход Е6, но после ферзь С3 нарастают другие проблемы с пешкой на Б7. Ну, ладья ФБ8, просто печальный ход, но ничего лучшего нету, потому что ладья Б8, пешка А7 подвисала, и после Б3, СБ, ферзь Б3, открывается позиция, и растёт сила этих мощнейших слонов на Ж2 и Ф2. После ладья Ц8, ладья Ц1, король Ф7, ферзь Ф3, опять же пешка на Б7 под боем, и чёрным пришлось обратно пойти ладья Ц на Б8. И тут белые поняли, что надо создать дополнительные угрозы на королевском фланге. Ж4 отличный ход, скрывая позицию на королевском фланге, потому что всегда можно играть на мат, как на бонус. После король Ж8, ЖФ, ЖФ, ладья Д3, белые угрожают просто ставить мат, и непонятно, что чёрным делать. Ну, чёрные ещё сделали пару ходов, особо-то непонятно именно, как у них постараться разменять какие-то фигуры, чтобы снять давление белых. И вот отличный ход ладья Ц7, прекрасная жертва качества. Идея в том, что после К7, ДЦ, ладья Ц8, белые просто играют ФБ7, и может быть, одна из идей подготовить в какой-то момент ладья Д1, слон А4 и ладья Д8, выигрывая материал. Чёрные решили этого не делать, они пошли КНБ4, и после ФРЖ3 они получают мат. То есть страшнейшая атака по седьмым рядом, можно удар, можно ладья Е7, ладья Ц7, и чёрные признали своё поражение. Блестящая победа белым. Итак, вернёмся обратно мужском турниру, где проводится сегодня вторая партия третьего тура. Тоже очень много интересных ярких партий, но центральная партия, на мой взгляд, была партия одного из старшего игрока турнира, Михаила Корсенкова против Ромежбабо Прагнанха. В первой партии вчера Прагнанта белым одержал достаточно уверенную победу, позиционно переиграя своего опытного соперника, и сегодня у Корсенкова надо было отыграться белым цветом. То есть сразу же началась большая борьба. С4, ДЦ, конь С3, А6, Е4. То есть белые жертвуют пешку, чтобы захватить центр и бороться за инициативу. Чёрные пошли Б5, Е5, конь Д5, А4. Но это большая теория, и белые намекают на серьёзные действия на королевском фланге. Е6, АБ. Естественно, АБ брать нельзя, потому что ладья 8 под боем. А тут есть два основные хода, можно сразу пойти конь Д6, пожертвовать пешку обратную, чтобы иметь прекрасный контроль центральных полей. Ну, Прагнанда пошёл слом Б4, тоже очень интересный ход. Ферзь С2, конь Д6. И тут Корсенков решил пешку на А6 не брать. Ну, потому что после БА ладья А6 разменялись, чёрный имеет отличную координацию фигур. Вместо этого, конечно, белый игрок пошёл играть на инициативу. После Ферзь С4, Ферзь Д5, Ферзь Ж4, теперь ладья А8 защищена, и чёрные могут спокойненько брать на Б5. Кажется, очень острая игра. На самом деле, люди так уже играли. После ладья А8, Ферзь А8, Ферзь Ж7, ладья Х8 под боем, и приходится, слон С3, БЦ, играть Ферзь А1. Прагнанда жертвует ладью. Но, ещё раз повторяюсь, люди так уже играли. Идея заключается в чём, что после Ферзь А8, КРД7, это форсированная ничья. То есть, если белые защищают слона, скажем, они играют КРД1, последует просто шаг, КРД2, Ферзь А2 шаг, и ничего лучшего нету, кроме идти обратно, Ферзь А1 и согласиться на ничью. Ещё раз повторяю, учитывая того, какой формат турнира, Прагнанда выиграл первую партию, и Красненков должен отыграться. Но из-за этого ему пришлось изобретать новинку, им пошёл слон Е2. Партия продолжается, но объективно белым уже становится хуже. После Ферзь А1, слон Д1, Ферзь А3, КРД2, чёрные пошли на перехват. КРД6 и угрожает уже, КРД4, и белые не могут раскрываться, потому что КРД2 под боем. После Ферзь А7, КРД4, Ферзь А7, КРД6. Чёрный КРД6 чувствует себя достаточно уютно. Ну, здесь Красненков решил, всё-таки пора защитить коня на Д2, чтобы можно раскрываться, или, может быть, двигать пешку вперёд и поставить вторую Ферзя. И здесь, после КРД5, КРД4, ну, чёрные решили, что всё-таки связка достаточно неприятна, и можно улучшить короля. Почему бы не на Ц5? То есть, КРД5 угрожает слон Д7 и многочисленной угрозы. Здесь А4 достаточно простой ход, белые двигают вперёд свою пешку и также угрожают в какой-то момент пойти ладья А3, активизировать свою ладью. Здесь про Гранда должен был идти КРД4, с идеей пойти КРД3 шаг, и КРД2 провисает. Белым пришлось бы пойти Ферзь А3, связывая коня, нападая на Ферзя, но после КРД3 шаг, КРД1, слон Б7, начинается какая-то каша. Ну, вот, например, если белые пошли бы Х5, Ферзь А1, слон Д1 теряется, и белый проигрывает, ну, вместо этого, наверное, сильнейший ход пойти КРД3. После слона Ф3, ЖФ, Б4, начинается гонка, и очень жаль, что этого мы не увидели во время партии. Х5, Б3, слон Б3, единственный ход, ЦБ, Х6, Б2, КРД2, КРД4, Х7, КРД1, чтобы поставить Ферзя, Х8 Ферзь, Б1 Ферзь. Ну, почему бы нет, 4 Ферзя на доске. Но это только один, возможно, вариант, это показывает, какие возможности были в этом партии. Ну, партия сама по себе была очень интересно и ярко, так что нечего упрекать соперников. Но Праганандар решил сначала пойти слон Б7, его идея была пойти КРД4 потом, чтобы после Ферзь Б7 можно идти КРД3. И неожиданно Белый двигает пешку дальше. Оказывается, что после КБ4 Белый, конечно, не будет брать слона на Б7, потому что КД3 и Шах, КРФ1, Ферзь Д2, Ферзь С7. И просто КБ4, КР спокойненько идет вперед. Почему бы нет? И Ферзь С7, КЦ5 Белый проигрывает из-за неудачно расположенного слона на Д1 и короля на Ф1. Вот из-за этого после КБ4 нежинно последовал отличный ход Белых. Белые пошли короткой рекоревки. И оказывается, черные не могут брать Ферзя. Потому что после КНЕ4 это вилка. И некогда защитить Ферзя на С3. Ну, я думаю, честно говоря, Пагранда это просто зевнул. После Ферзь Д2, Ферзь Д7, КНЕ5, позиция продолжается быть очень острой. Но Белые нашли вот такой фантастический ресурс двигать пешку вперед. А6, Ферзь А6 нельзя играть, потому что Ферзь А7 в Шах. Черный будет терять КНЕ на Д4. И после КНЕ6, Ферзь А7, КНЕ на Д6 опять под боем, если КНЕ4 играть. А КНЕ6 встречает просто мат на Д6. Ну, просто красиво. Из-за этого после Х6 черным пришлось пойти С3, Х7. Но опять же начинается гонка. Кто пойдет первой Ферзи? Ферзь А6, пешку надо останавливать. Ферзь А7 в Шах. КНЕ6 нельзя, потому что Ферзь А8 в Шах. И Белый ставит второго Ферзя. КНЕ4. И опять надо упомянуть, что Красенков должен выиграть. То есть, если они играли бы это как первую партию, я не удивился бы, если бы просто Ферзь А2 в Шах, КНЕ5, Ферзь А7 в Шах и ничья. Но Белые должны победить. Вот из-за этого Красенков пришлось придумать ход с ЛЖ4, чтобы партия продолжалась. С2. Ферзь А2 в Шах. И здесь, ну, напрашивался, честно говоря, напрашивался, чтобы черным пошли Король Д3. Король на Д3 чувствует себя просто отлично. Можно его вообще поставить на Д2 и двигать пешкой вперед Ферзи. Ну, просто красотища-то какая. Ну, черные решили все-таки сыграть понадежнее. Король Б4, Ферзь Б2, Король С4. Опять предлагая ничью. То есть, ничья черных абсолютно устраивает. Белые продолжают борьбу. Ладья 1. И тут произошла маленькая трагедия. У Прагананда все, что осталось. Просто забери пешку на ШС. Ферзь А7, Ферзь Д3, Ферзь С3. Эти пешки идут в Ферзи. И черные побеждают. У белых нету ни одного плана, как здесь можно бороться дальше. Ну, может быть, какой-то слой Е2, Король С5. Но эти пешки очень-очень мощные. Но вместо этого Прагананда почему-то поверил, что здесь есть прямая победа. Потому что угрожает К1 Д3. Вилка на Ферзя Б2 и ладью на Е1. Но на самом деле он зевнул красивое опровождение. Красивенько пошел А8, Ферзь. Ферзь Х8 и ладья Е4. Вот что зевнул молодой индусский гроссмейстер. Не только угрожает двойное нападение К4 и К4, но также Ферзь бьет на С2. И неожиданно позиция черных разваливается. Ну, черные пошли С5, ладья Ф4. Белому уже лишняя ладья. Ферзь С5, Ферзь С2, Король Д5, Ферзь Д2. И, в принципе, здесь уже можно было заканчивать партию. Белый имеет лишнюю ладью. Ну, Параганда еще сопротивлялся несколько ходов. Он пошел С4. Красивенько, как очень опытный гроссмейстер, очень быстро прошел свою позицию. Пошел ладья Д4, скинул качество обратно. Слон Е6. Король Е6 нельзя, потому что Ферзь Д4 под боем. И уже имел лишнюю фигуру в Энчбле. После Короля 5, слон Ф7, король Ф4, Ф3. Здесь черные сдались. Ну, потому что нет смысла уже играть дальше. Например, С3, слон Б3 и король Ф2, король Ж2. Черные уверенно проигрывают в Энчбле. Но блестящая партия польского ветерана. И очень-очень рады выйдет. Такие шахматы. Ну и самая главная сенсация сегодня. Фабьяно Коруан. Один из самых лучших игроков в мире. Сегодня белым цветом проиграл у казахстанского гроссмейстера Рената Джумабаева. И вибил из турнира. Никто этого не ожидал. Я думал, сам Ренат тоже этого с начала турнира тошно не ожидал. Но все-таки заслуженная победа казахстанского гроссмейстера. Посмотрим партию. Значит, Фабья разыграл С4, Е6. Конец 3, Д5. Быстро расставились. Каллзбадскую структуру. Ну и Ренат старался играть достаточно прочно. Короткая рекровка. И Фабья пошел. Типичный план игры. Играть в 3, Е4. Бороться за центр. После КНФ6, КС1. Белый готовит А3, Е4. Слонь Е6, Ф3, Б6. Ренат готов встретить ход Е4 в какой-то момент ходом С5. После Фф2, С5, Фф4. Кажется, белым все-таки солидный перевес. После Фд8, Ж4, КНЖ7, КНЕ2. Черные должны что-то организовать на ферзевом фланге. Типичная идея играть С4, Б5, Б4. И образовать проходную пешку. А4 достаточно логично. Учитывая то, что черным нету хода А6. Потому что пешка на А6 под боем. Из этого С4, С2, А6. Ну вот, КНФ4, Б5, АБ, АБ. Черный угрожает Б4. Ну и здесь последовал отличный ход Фаби. Он пошел Б4 и сделал КНЕ на С3 просто отличную фигуру. Но черным тоже особо-то выбора нет. Несмотря на то, что пешка С4 сильно, они должны скрыть игру на ферзевом фланге. СБ, С3, Б4. Но до этого момента Фаби играл просто отлично. И здесь немножко непонятно, почему он не решился пойти КНЕ4. Потому что поле С5 достаточно большая слабость. В лагере черных, ну и, например, после какой-нибудь КНЕ7, ФД8, ЛД8, ЛДЕ1. Преимущество белых достаточно очевидно. Ну вот. Но вместо этого Фаби почему-то решился пойти ставить мат. И пошел КНЕ2, КНЕ3, С3, ПНЕ, ПНЕ, Ж5. Ну, кстати, это тоже достаточно интересная идея. Но здесь шансы черных точно не хуже. Ну, Ренат правильно пошел С8. С идеей пойти С6, С4 образовать проходную пешку на ферзевом фланге. Ну, в принципе, он ее уже имеет, но она не двигается никуда вперед. КНЕ3, С6, и здесь Фаби пошел Ж5, начиная большие осложнения. На самом деле, можно было, конечно, пойти ЛДЕ2, а ход Ж5 работает. Но здесь после С1, я не знаю, что случилось, почему Фаби решил не брать, но ЖФ надо было играть. Но, видимо, ему что-то не понравилось в этой отличной линии. С4, взял-взял, и ферзь А6. Белый угрожает ставить мат, и здесь единственный ход у черных – это КНЕ8. Ну, это еще надо понять, потому что ферзь А6, белый играет КНЕ4, угрожая просто сесть ферзя. И если черный продолжает играть ферзь А5, ну, есть такой красивый танец конем. Угрожает КНЕ6, угрожает КНЕ7. Ну, естественно, черные не могут забрать коня, потому что КНЕ6 не только ферзь провисает, но вообще-то ферзь А7 мат, и белые побеждают. То есть, этого нельзя играть, и черным пришлось бы найти КНЕ8. И здесь после КНЕ5 белый угрожает также КНЕ7, ферзь А8 поставить мат, но после ЖФ, КНЕ6 угрожает ладья Ж1. Ну, видимо, ферзь А6 надо играть, и после ладья Ж1, ну, почему бы не пожертвовать ферзя за коня. Ферзь А6, КНЕ6, АВЖ с равенством. Ну, видимо, что-то здесь у Фаби не понравилось, потому что позиция черных уже действительно кажется достаточно проще играть, можно пойти КНЕ7 и просто двигать пешкой ферзи. Из-за этого Фаби решил ударить по тормозам и побил ладья Ф1. КНЕ8, КНЕ5, и продолжается интересная атака на королевском фланге. После ЛДЕ5 белый нападает на коня, ФЕ4, ФЕ5. Все-таки должно становиться очевидно, что белым атака должна заканчиваться. Не хватает ресурсов, чтобы сделать что-то серьезное. Но Фаби все-таки пробовал. Он пошел Ф4, ФЕ8, ФЕ5. И здесь у Рената немножко не хватало холднокрови. Надо было спокойненько пойти КНЕ6, ФЕ2, КНЕ5. Если КНЕ5 ЖФ, тогда КНЕ8, ЛДЕ8, белым атака просто завершилась. И если ЛДЕ8 бьет на Ф5, СЕ9 встретить ЖФ с ходом КНЕ5. И у черных какие-то огромные проблемы с защитой КНЕ на АЖ7. Так можно просто пойти здесь КНЕ5. И после КНЕ5, КНЕ8, черные должны победить. Но все-таки этого не случилось. И можно, конечно, понять черных. Потому что кто мог себе представить, что в этом туре он черным будет иметь выигранную позицию против самого Фаби Хкаруана. И он сыграл надежно. Пошел КНЕ6. После КНЕ6, ФЕ6, ФЖ. Белый нападает на ФЕ6. И после ФЕ6, СЛОН Ф7. Последует удар. Черным уже приходится отдать ФЕ, потому что ЛДЕ7 следует ФЕ8. И неожиданно черный погибает из-за слабого последнего ряда. Но здесь самое веселье только началось. После СЛОН Ф7, ФЕ7, ЛДЕ7, ЛДЕ7. Ситуация успокоилась. Черный имеет две ЛДЕ за ФЕРЗЯ и проходную пешку. Но все-таки из-за ослабленного короля партия должна заканчиваться с логичной ничьей. После ФЕ3, ЛДЕ7, неожиданно черные начали серьезную аффенсиву на королевском фланге. Урожай Х5, Х4. Дальше последовал король Ж2, КНЕ5, Е4. И неожиданно, в этот момент, после КНЕ4, ШАХ, КНЕ3, черные начали играть на перехват. Вместо того, чтобы ударить КНЕ на Ж3, постараться сделать ничью, черные начинают белым ставить мат. Угрожает КНЕ4, ШАХ. И здесь ФАБЕ растерялся. Но тут надо было пойти в ФЕРЗД2 и понять, что после КНЕ4, КНЕ4, КНЕ4 чувствует себя, крайне мере, нормально. Хотя уже очевидно, что черные ничем не рискуют и могут всегда пойти просто А6 и потом хоть повторять позицию ходом КНЕ6, КНЕ4. Но в ФАБЕ вместо этого пошел ФЕРЗД2, С4. И после Х5 оказывается, что черные угрожают КНЕ4 и уже больше нет ухода КНЕ4, потому что будет ЛАГЯ, Ж4, мат. Но что делать? Американскому грейсмиссеру пришлось пойти КНЕ2, А4 и потом пойти обратно КНЕ4. АЖ, АЖ и черные получают уже стратегически выигранную позицию. Белый ФЕРЗД не может справиться с тремя черными фигурами. Все белые пешкой пропали. Сначала съел пешку Е4, потом съел пешку Д. Единственный вопрос здесь был, может ли белый поставить какую-нибудь крепость. Ну, ФАБЕ старался, но не получилось. Черные давили, давили. Может быть, еще этот момент хочу отметить, что ФЕРЗД3 нельзя из-за КНЕ4 вилка. И белый теряет ФЕРЗЯ. И после КНЕ4. Ну, и здесь после ЛАГЯ Ж2 шаг. КРОЛЬ Ф1 последует мат на доске. Ну, наверное, белым все-таки придется отдать ФЕРЗЯ, чтобы мату не получить. А после КРОЛЬ Ф1, ЛАГЯ Е2, белый теряет ФЕРЗЯ. И черный отсидется с лишним ЛАГЯ. Ну, отличная победа. Наверное, самая великая победа до этого момента у Рената Джамабаева. И желаем ему успехи в следующем туре. Итак, глядя на результаты, становится очевидно, что победа Рената Джамабаева стала главной сенсацией третьего тура. Фабиано Карвано турнир закончил. Ничью сыграл Сергей Корякин, который вчера черным цветом одержал победу против Григория Апарана. Сегодня в белом достаточно прочно, без всяких колебаний, сделал ничью белым цветом и вышел четвертый тур. Также Дмитрий Андрейкин, который вчера обхитрил Никола Сарана черным цветом в Эншпале, а сегодня белым цветом в Аляпине, достаточно легко сделал ничью. Но единственное исключение, наверное, Данил Дубов, который не знал, что сегодня играет черным цветом и достаточно уверенно, черным, будто он играет белым, сделал ничью против Владимира Малахова и также вышел четвертый тур. В женском турнире все фаворитки прошли дальше. Александр Горячкин сделал ничью черным цветом против Олга Бодалки. Катерина Лагно сделал ничью белым цветом, тоже вышла в следующий тур. Аня Мазычук тоже уверенно белым цветом сделал ничью. Нана Загнызе черным и смогла отыграться против Кариса Йип и уравняла счет и выходит в тайбрейк. И также Александр Костанюк, которая вчера черным цветом одолела Пия Крамлинг, сегодня белым цветом достаточно уверенность, позиция сил, сделал ничью. Спасибо, что вы сегодня следили за этими партиями. Очень интересные, яркие партии. Сложно выбрать самые-самые интересные такие моменты, которые вам показывать. Я надеюсь, у вас эти партии, моменты, которые я выбрал, понравились. И, пожалуйста, подпишитесь на канал и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok